По предложению многодетных семей региона, в окружную программу по организации отдыха и оздоровления детей Нинецкого округа внесут изменения. В частности, планируется, что дети от 10 до 15 лет, имеющие 4-ю и 5-ю группы здоровья, будут выезжать в санаторно-курортные организации совместно с одним из родителей, опекуном или близким родственником. Сегодня указанная категория детей отдыхает в санаториях в составе организованных групп под присмотром сопровождающих. По мнению родителей, не всегда дети с серьезными заболеваниями могут отправиться на лечение без близких родственников. По словам руководителя профильного департамента Сергея Свиридова, этот пробел в законодательстве будет устранен. Предложение учтут при организации отдыха и оздоровления детей в следующем году. Об этом шла речь сегодня на заседании комиссии по социальной политике и собрания депутатов Нинецкого округа. Поговорили об итогах летней оздоровительной кампании текущего года и перспективах на 2018 год. Летняя оздоровительная кампания детей Нинецкого округа подходит к завершению. В этом году, как и прежде, окружные ребята поправляли свое здоровье за пределами региона в составе организованных групп или по путевкам мать-дитя. Геленджик, Анапа, Сочи, Фрязином – такова география санаторно-курортного отдыха. За пределами Нинецкого округа в этом году отдохнули и оздоровились порядка 500 детей. Какой эффект принес санаторно-курортный отдых в этом сезоне, чуть позже скажут окружные медики. В том, что эффект есть, сомневаться не приходится. Дети, отдыхающие в черноморских здравницах, действительно поправляют свое здоровье. По информации профильного департамента, показатель детской заболеваемости в 2016 году по сравнению с годом предыдущим снизился на 12,5%. В том числе по таким классам заболеваний по санаторно-курортному направлению – это болезни уха на 18%, чуть более 18%, систем кровообращения на чуть более 19%, органов дыхания 2,7%, органы пищеварения чуть более 17%, болезни кожи и подкожной клетчатки около 22%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани около 7%. В 2016 году по сравнению с 2015 на 38% увеличилась численность детей, имеющих первую группу здоровья, на 25% имеющих вторую группу здоровья и уменьшилась на 0,7% численность детей третьей группы здоровья и на 38% четвертой группы. Оздоровление детей за пределами региона продолжится и в следующем году, но с некоторыми изменениями. К примеру, дети от 10 до 15 лет, имеющие четвертую и пятую группы здоровья, будут выезжать в санаторно-курортные организации совместно с одним из родителей, опекуном или близким родственником. Сегодня указанная категория детей отдыхает в санаториях в составе организованных групп под присмотром сопровождающих. По мнению родителей, не всегда дети с серьезными заболеваниями могут отправиться на лечение без близких родственников. Но не только за пределами региона в летнее время отдыхают окружные дети. Более полутора тысячи ребят по всему округу посещали тематические пришкольные площадки. Уникальным в этом году стал опыт пятой школы. На ее базе была организована площадка труда и отдыха «Дело время по тех и час». Новый формат организации детей позволяет совмещать трудовую и культурно-просветительскую деятельность. В первой половине дня школьники трудились на улицах города. Фронт работ определял чистый город, как работодатель, трудоустроивший детей на время летних каникул. Каждый день по четыре часа школьники очищали город от мусора и наводили порядок во дворах домов, благоустраивали пришкольную территорию. После обеда – время досуга. Опытные педагоги составили программу таким образом, чтобы она включала разные виды деятельности. И за 21 день дети успели не только отдохнуть, но и почерпнуть новые знания. А возродить трудовые отряды в следующем году планируют и в других школах региона. По мнению детского омбудсмена Риммы Галушиной, в первую очередь, такой формой работы необходимо охватить трудных подростков. Такая группа нужна обязательно для ребят, которые стоят на учете ВПДН и ВКДН. Почему? Вот вторая часть нетрудовая, так скажем. Она должна быть полностью посвящена по работе, социально-реабилитационной работе с этими ребятами. Ребята, отличившиеся в учебе, спорте и других направлениях, в этом году отдыхали во всероссийских детских центрах – Орленок, Океан, Смена и Артек. А в 2017 году Министерством образования и науки Российской Федерации на округ было выделено 136 путевок, что на 100% больше, чем в прошлом году. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.